Продолжение следует... Здравствуйте. Итак, прошло почти два года, как Крым стал частью России. Скажите, как так получилось, что без кровопролития и законным путем полуостров стал частью Российской Федерации? Ну, потому что это выбор крымчан, потому что этого хотел сам народ. И вы, наверное, знаете о том, что сегодня очень много людей находится в розыске в Украине, потому как объединились все практически тогда. И мы понимали прекрасно, что другого пути у нас нет. Ну и, наверное, вот дух того, что Крым должен вернуться домой мирно, он еще был выражен тем, что первый народный премьер Сергей Валерьевич Аксенов вот этот силовой блок доверил женщине мне. И я совместно с нашими боевыми товарищами, совместно со всеми теми ребятами, которые тогда были рядом с Владимиром Андреевичем Константиновым и Сергеем Валерьевичем, вот мы делали то дело, которое сделали. И сделали его без одной капли крови, потому что Крымская весна, она была с глазами ребенка. Ну и вы, наверное, понимаете о том, что Крымская весна, это уже не время года, это уже политический термин и правильный, хороший термин, потому что в отличие от различного рода цветных революций, которые насаждались извне, Крымская весна, она как подснежник поднималась. И вот этого времени мы все ждали 23 года. Вы сами сказали, что, в принципе, уже два года представляете Крым в Совете Федерации. Скажите, насколько это сложно наверняка, какие-то сложности возникают или наоборот нет? Если я сейчас скажу о том, что мы приезжаем в Москву и все происходит вот само собой, то, конечно, я буду, наверное, буду неискренней. Работа ведется и достаточно, скажем так, эффективная. И я очень благодарна коллеге Сергею Павловичу Цекову, потому как мы идем единым фронтом, одним ключом. Обычно вот сенатором выделяют каждому по кабинету, а у нас Цековым один кабинет на двоих. Причем, знаете, такой небольшой, вот как, наверное, четверть вашей студии. Там помещаемся мы, помощники. Нам просто так очень оперативно, нам легко так работать, потому что у нас различные направления работы. И когда кто-то заходит к нам в кабинет, смотрят, вот первый стол у входа, портрет президента, портрет министра обороны, Крымская весна, самообороны ребята наши. А другой стол, над ним портрет Пушкина, флаги, история России. И все говорят, ну, наверное, там, где Пушкин, это Шульги Федоровны, а где там, там, где уже военизированная часть, это, наверное, Сергей Павловича Цекова. Все говорят, нет, это стол Коветиди, потому что она, член комитета по обороне и безопасности, силовым блоком руководила по поручению Аксюна. А это непосредственно рабочее место Сергея Павловича Цекова, который всю свою жизнь шел в Россию с великими классиками, очень много для этого сделал в русском блоке. Поэтому мы все такие разные, но мы понимаем о том, что мы в федеральном собрании, мы в Совете Федерации, прежде всего, мы лоббисты своего региона, мы лоббисты Крыма. И мы благодарны всем, мы благодарны, прежде всего, председателю Совета Федерации Валентину Ивановну Матвиенко, руководителю Государственной Думы, членам Совета Федерации, за ту огромную поддержку, которая нам оказывается. Нас слышат, вы знаете о том, что впервые в истории России были выездные парламентские слушания с участием сенаторов, для того, чтобы определиться и услышать мнение региона. Потому что ни я, ни Цеков мы не подписали закон, который, считаем, нельзя подписывать без мнения крымчан. Вот такая наша позиция, знаете, мы как оголенный нерв, мы еще сегодня прекрасно понимаем, что мы пульсируем вместе со всем Крымом. И вот это ощущение единства с крымчанами иногда может быть удобное, иногда неудобное, но оно является для нас самым главным. Мы понимаем, что мы живем в России, мы живем по законам Российской Федерации, но при этом мы должны сделать все для того, чтобы Крым максимально адаптировался и мог нормально развиваться в составе Российской Федерации. И представляя интересы Крыма в Совете Федерации, вы ставите перед собой определенные задачи, вы лоббируете определенные вопросы. На чем вы сейчас работаете? Ну, для нас, наверное, самое основное, вы знаете о том, что принята федеральная целевая программа, которая должна быть в полной мере исполнена в интересах крымчан. Мы понимаем, как непросто сейчас с бюджетом. И вот та позиция, которая избрана руководством республики, она, знаете, вот такая, скажем, государственная позиция, когда ты умеешь отстаивать свою точку зрения. И даже если эту точку зрения кто-то не слышит, но потом он с этой точкой зрения соглашается. Мы сейчас, основная задача, которая есть у нас, как у лоббистов региона, это максимально, чтобы было взаимодействие исполнительной власти, законодательной власти, судебная власть, правоохранительные органы. Это направление нашего комитета, мы с ними сотрудничаем, огромное им спасибо за работу. Но нам сейчас самое главное, это чтобы крымчане уже сегодня почувствовали, что им стало жить легче. Ну, как вы себе мыслите, вот 23 года мы жили в другой стране, а теперь, вот взять волшебную палочку, да, а теперь мы в России, теперь все будет хорошо. Такого быть не может, мы с вами это понимаем. Даже ребенку для того, чтобы вырасти, ему нужно научиться ходить, разговаривать, школу закончить. А мы хотим сразу преодолеть это отставание. Конечно, нам с вами нужно время. И еще мы с вами определили, был определен год, спасибо огромное президенту за то содействие, которое он оказывает региону. Вот нам определили год. За этот год, да, действительно, мы преодолели, вот основные рычаги, они у нас есть. У нас есть нормативная база, у нас создана судебная система, у нас сегодня все есть для того, чтобы нормально работать. Но теперь нам нужно, учитывая особенности нашего региона, особенности сегодня нахождения в составе Российской Федерации, нам необходим режим, социально-экономико-политический, правовой режим, который бы определял особенности развития территории. Пусть он будет 5-7 лет, но он должен быть. Мы не должны ощущать себя ущербными, потому как мы не можем в полной мере вот сегодня соответствовать всем требованиям, которые есть. Мы должны наоборот сказать людям, вот прошло 5 лет, этот период закончился, или 7 лет. И вот теперь, посмотрите, да, мы живем лучше, чем живут другие регионы России. Не потому, что нам кто-то что-то дал, а потому, что мы это заработали, потому что мы хотим, чтобы мы не то, чтобы были дотационными, мы хотим сами быть донорами, помогать тем, кому плохо. У нас для этого все есть. И для этого есть самое главное желание и вера в свою родину, в Россию. По роду вашей деятельности вы часто встречаетесь с иностранцами. И как в личной беседе они отзываются о Крыме? Они тоже говорят о том, что Крым насильно присоединили к России или все же нет? Ну, знаете, благодарна Виктору Алексеевичу Озеру, благодарна Валентине Ивановне Матвиенко за то, что вот такая идет презентация Крыма. И вы знаете о том, что Валентина Ивановна включила меня в состав делегации России в ОБСЕ. Вы знаете все то, что там началось, и о том, что Гройстман прилетал в Вену. Мне же сначала и визу открыли, я должна была принимать участие в заседании ОБСЕ. И чем закончилась эта история? А закончилась эта история тем, что меня исключили из состава делегации России в ОБСЕ. И наш МИД это расценил как вмешательство в вопросы нашей реализации внутренней политики. Но уже тогда Матвиенко, федеральное собрание показало о том, что Крым это часть России. И в последующем я член там организации договора о коллективной безопасности, международный комитет, Валентина Ивановна меня включила. И сейчас председатель подкомитета по международному военному сотрудничеству. Опять вводят международный блок для представителя сенатора от республики Крым. Встречаемся, встречаемся с иностранными делегациями. Вот были у нас французы, после чего они, кстати, в Крым к нам приехали. И сразу же руководитель делегации сказал, я ничего не имею против этой красивой женщины, но я сразу говорю, что мы не признаем присоединение Крыма к России. И после чего у него была речь, и мне предоставили слово, я сказала о том, что мы приветствуем. Я поприветствовала их от имени главы республики Крым и сказала о том, что мы очень внимательно следим за всем тем, что происходит во Франции. Мы понимаем, насколько тяжело сегодня Франции, мы понимаем, какие есть проблемы с беженцами. Мы понимаем о том, что сегодня, к сожалению, Франция для того, чтобы защищать свои национальные интересы, конечно, без России будет очень сложно. Мы понимаем, что сегодня в Евросоюзе есть предпосылки к тому, чтобы началось не то, чтобы отхождение, не к развалу, но есть серьезные тенденции. И тем не менее, мы сегодня всех приглашаем в Крым, потому что Крым это то место, где вы можете увидеть не только красивое море, но и то место, где есть максимальная реализация прав человека, демократических принципов, то, о чем так много говорит Франция. Хочется не на словах, а на деле увидеть, вы преследуете демократические принципы, либо вы идете на поводу Соединенных Штатов. Покажите свою позицию, проявите свой государственный интерес. И, вы знаете, чрезвычайно вот подобного рода встречи, встречалась я из делегации Японии, тоже мы с коллегами из Комитета по обороне доверили, возглавляя общество дружбы с Греческой Республики, мы вот недавно открыли Дни культуры Греции в России, в Москве. Они привыкают к нам, не воспринимают, привыкают, и что самое главное, нам совершенно это уже не интересно, потому что акценты сменились, нам не важно, признают возвращение Крыма или не признают, нам сегодня не важно, отменят они санкции или не отменят, мы сегодня играем по своим правилам, мы играем сегодня в интересах национальной безопасности России. Возвращение Крыма, действия в Сирии доказало о том, что у нас есть свои асимметричные для внешней политики других государств действия, которые могут быть очень даже для них неожиданными. И поэтому в дальнейшем, я думаю, что Россия, которая изменила свой внешнеполитический вектор и проявляет, уже вы видите, мы же не воюем на своей территории, мы приходим, мы говорим в интересах национальной безопасности, мы сегодня пришли в Сирию. Я не говорю, что мы теперь ихним оружием с ним разговариваем. Нет, у нас у России всегда свое оружие, у нас всегда свои союзники, это армия и флот. Ну а если мы все-таки будем говорить уже о мировой политике, о мировых интересах, о грядущих выборах в США, вы считаете, что каким-то образом изменится ситуация отношения к Крыму, если те или иные кандидаты победят на этих выборах? Я еще раз процитирую Александра Первого, который сказал о том, что у России не может быть союзников, кроме армии и флота. Они могут с нами заигрывать, типа Трампа. Они могут нам что-то рассказывать, но давайте зададим вопрос, кому-то нужна сильная Россия? Нет. Мы прекрасно понимаем, что этот период мы можем использовать как политическую паузу для того, чтобы вести определенного рода переговоры и играть на этой площадке, потому что самым значимым событием 2014 года в геополитике мировой было возвращение Крыма в Россию, воссоединение Крыма с Россией. И сегодня никто это оспаривать уже не будет. И то, что сегодня с нами уже договариваются, это говорит о том, что у них нет другого выхода. Они признают нас как сильного игрока. Это не только способности нашего оружия, это не только успехи нашей дипломатии, это сегодня и успехи президента, это сегодня успехи всех тех, кто делает внешнюю политику. И мы продолжаем верить в будущее. Самое главное, спасибо вам за ваш визит. Желаю вам удачи, успехов и продуктивной работы. Напомню, что у нас в гостях была член Совета Федерации Федерального Собрания России, Коветиди Ольга Федоровна. Всего доброго и до новых встреч. Спасибо.